всем доброй ночи итак дорогие друзья сегодня хочу подарить простым людям полезный ритуал еще один полезный ритуал еще раз предупредить что если у вас очень серьезные препятствия в жизни если на вас серьезные вещи наведены если у вас проклятие рода если у вас печати те которые я перечислила и прочее прочее то такие чистки вам помогут на время по крайней мере вас выведут из оцепенения если вы работаете с мастером если вы работаете с практиком то на пару с практиком вы можете проводить такие чистки эффект будет сильнее быстрее ваша чистка получится если у вас незначительные вещи не незначительные препятствия в жизни тогда подобная чистка может убрать это препятствие одним словом эти чистки на разных людях по-разному себя покажут но факт в том что как бы не было тяжело в жизни и какие бы страшные вещи не творились вашей жизни в любом случае эти чистки они смягчат во многом удары судьбы почему я вам дарю столько чисток потому что у людей энергии разные кому-то подходит одна чистка кому-то другая кому-то все подойдут кому-то несколько подойдут на протяжении некоторого времени когда вы испробуйте все работы вы пойму поймете какие работы для вашей энергии близки вы начнете пользоваться этими чистками или этими ритуалами которые я вам подарил кроме того когда у человека незначительные вещи вместо того чтобы ходить и раздавать свои деньги налево направо он может бесплатно даром взять эту работу и совершить и получить помощь и поймите одну разницу я занимаюсь магией и колдовством а вы всего лишь обращаетесь к силам за помощью через меня поэтому ваше обращение абсолютно для вас безопасно она вам помогает встать с колен идти вперед и ваше обращение это мольба к силам очистки тем более так вот напорченного человек это подействует таким образом некоторое время будет облегчение может быть полгода год пока он станет на ноги и и сможет найти возможность обратиться к профессионалу за помощью для человека у которого просто препятствие это возымеет более сильный эффект препятствия уйдут мы все знаем насколько важно когда уходят препятствия которые мешают нам заниматься любимым делом я подарила множество различных работ убирающих денежные застои трудности на пути препятствия которые мешают все эти работы сильны и стоит того чтобы вы их использовали во благо себе но в любом случае чисток и ритуалов на благополучие много не бывает чем больше они есть тем лучше это как солдат знаете чем больше оружие у тебя тем больше ты защищена от своих врагов а врагов у успешных людей хоть отбавляй так вот вот этот ритуал я думаю что каждый раз повторять что это мой авторский ритуал не следует за основу взята древне персидское поверье и не скажем так народное поверье то есть традиция сжигать бедствия и бросить в реку или в море так вот брались огромные там пропитанные маслом определенные такие специальные палки либо как их еще называли сейчас не помню значит ставили в землю до определенного уровня они находились в воде и зажигали и говорили заклинание до того момента пока не доходила огонь до воды здесь только раз не нужно говорить мы всего лишь следуем древне-зраастрийской традиции очищать дороги человека с помощью огня поскольку религия древней персии она огнепоклонничество то есть огонь считался мировой стихией бог считался мировой энергией огнем и так вам понадобится желательно не обязательно но желательно морская крупная соль ой высыпалась видите но ничего страшного 4 свечи и подсвечники для восковых свечей определенная емкость большая желательно металлическая или прозрачная чтобы на них не было картин красная свеча на которой вы должны написать свое имя вода как видите там вода находится и так каждый раз зажигая свечу нужно читать определенные заклятие направлены определенной силе а при определенной стороны огненные реки называются огненные реки часто фигурируют в магии как нибудь я еще раз сниму и расскажу о силах которые присутствуют заговорах но это вам особо знать незачем вы просто совершайте эти работы потому что в этих ритуалах существует ключ вода вот это стоячие символизирует океан читать нужно по одному разу зажигая свечи потом когда вы уже один раз обратились каждый из огненных рек по четыре стороны света после того как вы прочитали один раз да зажигая по очереди потом читаете четыре раза пока горят свечи точнее извиняюсь три раза общее должно получиться четыре раза после как вы прочитали в общем количестве четыре раза зажигайте вот эту свечу начитывайте последний этап я вам по ходу буду показывать как только эти свечи догорели красную свечу потушите и спрячьте после с огарками свечи с красным вином и четыре четырьмя монетами выносите и оставляйте на перекрестке дорог перекресток дорог может быть в лесу может быть в парке может это пешеходный перекресток что такое перекресток это четыре дороги крест образует потому что вы открываете дороги судьбы и свои понимаете и так начнем будем показывать и делать по очереди потом я на наберет всегда она набирает текст и поставит и уже не будет никаких вопросов вы сами поймете как что надо делать сыпем соль воду морскую и говорим о могучий океан до вечный океан впадают в океан четыре огненные реки спасительные очищающие реки реки огненные с четырех сторон света с востока и запада с севера и юга я обращаюсь к вам реки огненные услышьте меня о река восточные огненные ярые поднимешь кучу волосы да сгорят в тебе лихая доля черная зависть печали и тревоги денежные застои и да откроются закрытые дороги истинно зажгите как бы крест на крест о река западная огненная и ярая подними жгучую волну и да сгорят в тебе все лихие помыслы моих врагов их намерение их злость и подлость и да откроются дороги мои истинно о река северная огненная ярая подними жгучую волну и да сгорят в тебе мои страхи и тревоги моя боль душевная и да откроются закрытые дороги истинно истинно о река южная подними жгучую волну и да сгорят в тебе все мои преграды и препятствия злые умыслы моих врагов опасности на моем пути испепелиться и навек уйдет и да откроются дороги мои заклята еще три раза все это прочитать сейчас не хватит памяти чтобы я прочитала далее когда вы три раза еще прочитали сверху то есть получилось четыре раза продолжаем четыре огненных реки впадают в могучий океан очистите мои дороги откройте пути мои дайте мне свою удачу найти четыре огненные реки и впадают в океан очищают мои пути дороги никому мою долю не отнять никому мне не мешать делу моему препятствия не чинить никому не стоять на моем пути ни старому ни молодому ни бабе ни мужику препятствия на моем пути сгинут уйдут сгорят да будет так заклинаю о реки огненные сожгли поглотили а пепел и дым и черную смолу врагам моим вернули сила четырех огненных рек мне в помощь да будет так заклято когда все это сказано снова четыре раза забыла говорить в общем у нас получается восемь раз заговор зажгите свечу красную и скажите столько раз сколько вам лет время моё отныне пришло солнце моё ярко взошло всё что моё всё что доброе что мне дано для меня создано обратно пришло заклинаю трудно но нужно вы же хотите открыть свои дороги далее сказали столько раз сколько вам лет ждёте пока эти свечи догорят вот ну до этого уровня потушите эту свечу и храните агарок свечи вытащите отдельно положите воду выливаете в раковину и говорите иди в океан унеси всю черноту собой верни им то что мне дали да будет так выливайте эту воду эту свечу нужно беречь скажу почему далее в этот же день постарайтесь в этот же вечер значит сделайте вечером чтобы в этот же вечер вынести выносите красное вино постарайтесь взять такую бутылку которая открывается либо откройте дома идёте на перекрёсток выливайте немного вина на перекрёсток положите четыре монеты агаркой свечей повернитесь на каждую сторону перекрёстка то есть четыре раза и говорите стою на перекрёстке ищу свою долю заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить заклято опять поворачивайтесь на другую сторону стою на перекрёстке и жду свою долю заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить заклинаю четыре раза сказали и ушли вам нужно в течение месяца четыре раза провести этот ритуал каждый раз точно так же только свеча должна быть та же самая опять зажигаете опять проводите пока свечи начинают догорать потом эту свечу потушить значит отдельно сохранить где-нибудь чтобы повторить следующий раз когда четыре раза проведете на четыре раза хватает в конце пускай она догорит и вместе с другими агарками вынести опять на перекрёсток это очень сильная работа которая реально откроет ваши дороги какие бы они не были закрыты хотя бы на время чтобы вы нашли возможность потом обратиться к сильному человеку и исправить свою судьбу но для начала это ваши дороги откроет имейте терпение и уважение в течение дня обычно Яна выкладывает она там все подробно объяснит и скажет как и что делать всем удачи и пользуйтесь во благо себе и своей семье всего хорошего